Соответственно, сейчас мы с вами поговорим про следующий этап истории евреев Латвии. Мы с вами закончили на рубеже 17-18 веков, когда, видимо, сформировалось какое-то первое постоянное еврейское присутствие на территории Латвии. Мы не можем говорить о том, что сформировалась еврейская община, мы практически ничего не знаем о том, как эти евреи жили, мы ничего не знаем о существовании у них агог, например, мы ничего не знаем о никаких организованных общинах, и, в общем-то, практически ничего не знаем об их происхождении, кроме того, что была некая группа выходцев из Голландии и людей, имеющих связи с Голландией. Следующий этап, наверное, мы можем датировать первыми годами 18 века и особенно периодом после 1709-1710 года. Собственно, что происходит в это время? Это период Северной войны. С одной стороны, русские войска, польские войска и саксонские войска несколько раз проходят через территорию Латвии, через все ее части. Это большое разорение, это, естественно, беженство, это перемещение лиц. Но, кроме того, это большая эпидемия чумы. Действительно, огромное количество жертв. Многие города остаются вообще без населения. Что важно, из сельской местности жители, соответственно, бегут в города тоже. То есть, миграция связана не только с военными действиями, но и с эпидемией. Все это приводит к тому, что очень большая допопуляция населения, в том числе в сельской местности. Некому обрабатывать землю, сельское хозяйство в запустении. Что делать? Как вы понимаете, большая часть земли принадлежит помещикам. И помещики заинтересованы в том, чтобы как-то сделать свои хозяйства эффективными. И вот в одном способе мы уже говорили, это торговля лесом. Соответственно, евреи, которые занимаются торговлей лесом, они занимаются этим по заданию помещиков или по разрешению помещиков. Но есть масса других вещей, которые приносит доход помещикам. Это, собственно, земля и сельскохозяйственная продукция. И это то, что на этой земле построено. Так как происходит допопуляция, то нужно попробовать как-то восстановить экономику. Способ только один – пригласить сюда людей, которые помогут восстановить хозяйство. И это не только евреи. То есть происходит в это время огромная миграция людей на территорию Латвии. Это группы, которые гонимы в других регионах. Это просто группы, которые ищут где поселиться. То есть мы видим. И, например, в это время появляется в том числе продолжается миграция старообрядцев. Но переселяются и люди других вероисповеданий, русские и белорусы. Появляются в большом количестве евреи. Самые разные группы. Если говорить о евреях, то приходят они с территории Литвы и с территории Беларуси. Тут мы сделаем небольшое отступление, которое важно для понимания того, что будет происходить в дальнейшем. Собственно, как устроена еврейская община на территории Литвы и Польши? Существует отдельно в Польше, отдельно в Литве так называемый ВААД, то есть Совет, который объединяет все еврейские общины. Еврейская община автономна. То есть евреи живут в каком-нибудь городе и они там образуют еврейскую общину. Еврейская община не подчиняется решениям городского совета, ну или подчиняется частично. Еврейская община имеет право судить своих членов. Есть специальные регламенты, которые регулируют, как происходят судебные процессы между членами еврейской общины и неевреями. То есть еврейская община довольно автономна. И, соответственно, еврейская община какого-то города вместе с общинами соседних городов, они образуют регион, землю. И, соответственно, все вместе земли образуют совет. Отдельно есть Совет четырех земель Польши. ВААД, АР, БАР, ЦОТ, на иврите он называется. И, соответственно, есть ВААДЛИТА, ЛИТОВСКИЙ СОВЕТ. В Литве есть пять крупнейших общин. Это Брест, Гродно, Вильнюс, Финск и Слуцк. Соответственно, большая часть евреев приписаны к этим общинам. Но живут они в реальности в других общинах. Поэтому территория Великого княжества Литовского делится на называемые округа. Точнее, на так называемые земли, которые делятся на округа. И, соответственно, самая близкая к нам территория включает в себя большую часть Северной Литвы и фрагменты Беларуси. Это так называемая Меденадзамут. То есть, земля Жематия. Которая делится на три округа. Округ Галиль называется. И, соответственно, евреи, которые живут в том или ином округе, они зарегистрированы в какой-то еврейской общине. Они в этой еврейской общине платят налоги. Соответственно, еврейские общины посылают своих представителей на региональные съезды. И потом уже по этой пирамиде наверх происходят общие литовские съезды. Еврей не может не принадлежать к общине. И причина не та, что еврею так важно быть вместе с другими. А то, что евреи платят налоги через общину. Вот эта вот структура Баадов и в Польше, и в Литве она существует для того, чтобы централизовать сбор налогов евреев. Государство говорит евреям, какую сумму налогов евреи должны внести. И дальше уже сами еврейские общины по вот этой вот структуре раскладывают налоги. Кто сколько платит. Начиная от того, сколько должен заплатить каждый округ и вплоть до того, что уже внутри каждой общины раскладывается, сколько каждый член должен заплатить. При этом получается так, как круговая порука. То есть, если один человек недоплачивает, то, соответственно, другие должны платить больше. И это отдельная большая тема о том, как это влияет на устройство еврейской общины. Почему во главе общины часто оказываются как раз-таки самые богатые люди. Потому что это те, кто из своего кармана вынужден доплачивать какие-то недоимки. Это отдельная большая история. Но что важно, это то, что евреи приписаны, все евреи приписаны к каким-то общинам. И из этих общин они могут переписаться только в другую общину. Даже если они переселяются в другое место, они очень долгое время еще могут быть официально приписаны к своей старой общине. И тут интересно, то есть, если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что это, в общем, выглядит как обычная политическая карта, разделенная на какие-то регионы. Только в нашем случае это регионы обозначают вот эти вот земли и округа. Что происходит, когда евреи появляются на какой-то территории, где вот такого общинного устройства нет? И в данном случае мы можем говорить о территории Латвии. Это и Курляндия, которая является полу-независимым государством. Это и Латгалия, которая является отдельным воеводством в составе польско-литовского государства. А происходит то же самое, что и обычные евреи продолжают оставаться приписанными к своим старым общинам. Соответственно, это очень хорошо рассмотреть на примере Латгалии. В начале 18 века, вот во время этой эпидемии чумы и войны, видимо, начинается миграция евреев на территорию Латгалии, массовая. Появляется еврейское присутствие в целом ряде населенных пунктов. При этом, если про какие-то из них мы что-то знаем, как, например, Вишти, который сейчас существует, то, например, еврейская энциклопедия Брагауза и Фрона пишет о том, что образовалась община в поселке Мадалианы, в котором сейчас, если я не ошибаюсь, то ли три, то ли четыре дома. То есть это совсем крохотное место, но, тем не менее, там есть какое-то еврейское присутствие. Очень часто вот такое постоянное еврейское присутствие образуется в каком-то месте, которое равно удалено от нескольких крупных центров. И ровно так же появляются, например, синагоги. Ровно так же появляются еврейские кладбища. Они находятся не в крупных центрах, а наоборот, они находятся на пересечении линий из крупных центров, чтобы, так сказать, из тех мест, где живут евреи, им было бы удобно в это место съехаться. Соответственно, евреи потихонечку начинают на этой территории селиться. У нас есть, с одной стороны, внутриеврейские свидетельства. То есть, вот как, например, энциклопедия Брагауза и Фрона, она основывается на общинных хрониках, которые, к сожалению, до нас не дошли. Но у нас есть, разумеется, и внешние свидетельства. Евреи живут, как мы понимаем, не в вакууме. И такие свидетельства возникают, конечно, тогда, когда, ну, прежде всего, тогда, когда есть какой-то конфликт. Первое свидетельство о строительстве синагоги на территории Латвии, это, видимо, в 1709 году строится синагога в Пилтене. Или, возможно, она существует там даже на тот момент. Но дальше, например, в 1719 году мы знаем, что в Янпелсе строится синагога. То есть, там появились евреи в достаточном количестве, чтобы им понадобилась синагога. В Янпелсе, видимо, никакой прям реально существующей общины нет. И конфликт возникает вокруг того, можно ли строить синагоги. В общем, явно на стороне евреев там выступает местный помещик, барон Рекке. Заканчивается это все не очень хорошо для евреев. Евреи должны синагогу разрушить. Примерно такая же ситуация возникает несколько позже в Латгалии фиксируется. Есть переписка 1744 года, где говорится, что евреи очень сильно распространились. То их можно найти почти в любом населенном пункте. То есть, что они строят свои синагоги. Если мы посмотрим, в каких местах они строят синагоги, вроде какого-нибудь Оузупина, то это совершенно ничего нам не говорящего места сегодня. И, соответственно, что они, кроме того, берут в себе прислугу из христиан и так далее. Если мы посмотрим, чем эти евреи занимаются, то у них есть одна очень четко выраженная экономическая ниша. Прежде всего, если мы говорим про Латгалию. Это производство алкоголя. Причина очень простая. Во-первых, производство алкоголя – это привилегия помещиков. Соответственно, помещики пытаются эту свою привилегию монетизировать. И в 18-19 веке производство алкоголя дает помещику примерно 40-50-60% доходов от его угодий. Собственно, почему именно производство алкоголя? Отнюдь не потому, что все кругом пьяницы, а потому, что алкоголь – это самый простой способ сохранить зерно. Вы можете, как бы, зерно, понятное дело, вы можете хранить, но есть некоторый шанс, что с ним что-нибудь случится в процессе хранения. Либо от неправильного хранения, либо, например, будет наводнение, и, так сказать, все ваши там зерновые склады просто их смоют, или зерно намокнет и загниет. В общем, как бы, зерно само по себе, оно не очень такой удобный продукт. И с мукой то же самое, то есть тоже оно подвержено чем-то. А алкоголь, с ним, в общем, ничего дальше не происходит особо. Его спокойно можно экспортировать, его можно употреблять на месте. То есть, действительно, люди на тот момент, видимо, употребляют больше алкоголя, чем сегодня, в том числе и с целью, так сказать, восполнить запасы энергии. Алкоголь тогда менее крепкий, чем сейчас, надо понимать. Соответственно, производство алкоголя – это такая важная экономическая ниша. И евреи в эту нишу очень хорошо вписываются. Почему? Потому что, во-первых, производство алкоголя – это все-таки процесс, который требует каких-то минимальных хотя бы технологических знаний. Кроме того, это процесс и производства, и продажи алкоголя, которые требуют постоянного присутствия. Соответственно, нужны какие-то люди, которые могут этим заниматься постоянно и профессионально. Если, например, этим занимаются крестьяне, то они не обрабатывают землю. То есть, понятно, что вы не заняты в крестьянском хозяйстве все дни в году одинаково, но все равно в разные сезоны есть разные сезонные работы. Если это не, собственно, работа в поле, то это может быть обмолот и так далее. То есть, крестьянину есть чем заняться. А евреи не обрабатывают землю, им запрещено владеть землей, обрабатывать землю. Соответственно, их можно отправить на вот такую вот работу. Кроме того, похожим образом действует и, например, управление какими-то другими привилегиями, которые есть у помещиков. То есть, например, это может быть привилегия держать мельницу. Собственно, и вот эти вот корчмы, и мельницы, и какие-то другие предприятия, как мы сегодня сказали, которые управляют евреи, они арендуют у помещиков. Помещики часто специально приглашают какого-нибудь еврея, чтобы он им этот бизнес развивал. Опять же, что удобно, евреи не привязаны к земле, соответственно, вы можете их пригласить, можете их выгнать. Они являются как бы подданными короля польско-литовского, но они не имеют никакой привязки к конкретному месту в сельской местности. Они, как бы мы сегодня сказали, прописаны в каком-то другом месте. Кстати, в каком месте они все прописаны? Если мы говорим про Латгалию, прописаны они еще по старому адресу в городе Друя, который сегодня находится на территории Беларуси, прямо на белорусско-латвийской границе, на Далгове с белорусской стороны. Соответственно, как бы живут они где-нибудь в северной Латгали, допустим, под Вилекой, а прописаны они в Друе, 300 километров примерно, ну там, 250. Помещик может их пригласить, может их выгнать, может отправить заниматься еще чем-то. Очень важная функция евреев это доставка разного рода предметов роскоши для помещиков. И тут, если мы говорим о Латвии, то самый известный пример, наверное, это человек по имени Ликман Леви, он же известен как Ицхак Ликман, который был так называемым придворным евреем у курлянского герцога Эрнста Бирона. И, например, занимался поставкой разного рода предметов для рундальского дворца, то есть, например, там дорогие породы дерева. Параллельно с этим Ликман Леви занимался поставками и для русского императорского двора, потому что особенно в период, когда Бирон был приближен к императрице Анне Иоанновне. Тем более того, когда Бирон потерял расположение властей после смерти Анне Иоанновны, Ликман не потерял, и он остался в Петербурге. И так как, видимо, ходили какие-то слухи, это было специально опубликовано объявление в газете о том, что вопреки слухам Ликман Леви продолжает свою деятельность. Соответственно, евреи очень тесно связаны с помещиками. Например, когда в 1727 году в очередной раз пытаются изгнать евреев из Курлянского герцогства, и это вообще такой период довольно серьезной нестабильности в Курзаме, то помещики, алсунги, пишут специальную петицию герцогу, где они говорят, что наша земля и так разорена войной и эпидемиями, а вы хотите полностью нас разорить, также изгнавы евреев. То есть евреи очень четко нужны помещикам, чтобы поднять вот это вот разрушенное хозяйство. Живут евреи поэтому в сельской местности, живут они рассредоточенно. То есть они живут там, где помещику нужно. И, например, если мы смотрим, у нас первый, видимо, документ, который дает какую-то географию еврейского расселения, такую статистически значимую, с которой можно что-то делать. Это в 1772 году проходит ревизия Платгали, сразу же после присоединения этой территории к Российской империи. Там мы видим, что обычно евреи организованы так, что они живут там одна-две семьи в каком-то населенном пункте, но при этом они будут приписаны к какому-то чуть более крупному населенному пункту, если можно так сказать. Но здесь образуется очень интересная организация, которую я, честно говоря, не встречал в других частях Речи Посполитой. Это организация по так называемым школам. Соответственно, школа в данном случае имеется в виду как бы синагога. То есть поэтому, например, у вас в документе будет сказано, что какой-нибудь там еврей Янкель с его женой какой-нибудь там соркой и дочерьми Миркой и Ривкой живут в какой-то и такой-то корчме, а приписаны они к, например, Кавнатской школе, то есть Кауната в Резекминском районе. А дальше уже вот эта вот школа, видимо, будет приписана к какому-то Кагалу, то есть к какой-то еврейской общине. И, соответственно, Латгалия со середины XVIII века становится вся приписана к Краславе. Появляется это не само собой. То есть если у вас на протяжении нескольких десятилетий идет миграция, то в какой-то момент становится критически много. Критическая масса населения у вас появляется. И мы знаем, что на вторую половину XVIII века на территории Латгалии примерно 3 с чем-то тысячи евреев, на территории Курляндии, видимо, 8-9 тысяч. Соответственно, как-то вот эти вот массы, это уже довольно трудно, если они приписаны все еще к своим старым местам жизни. Если изначально евреи при Латгалии, например, приписаны к другим, то постепенно начинают появляться общины, организованные, постоянные и в других местах. И это уже общины, где есть какое-то довольно большое количество евреев. Например, у нас есть в 1714 году уже зафиксировано существование синагоги в Даугавпилсе. И в Даугавпилсе это явно постоянно живущие евреи в самом городе. В 1729 году начинается существование еврейской общины в Краславе. Потому что в этот период город покупает семья Платтеров. Платтеры – воеводы Латгалии. Владелец, фактически руководитель всего воеводства. И тогдашний граф Платтер Константин, он хочет превратить Краславу в столицу Латгалии. Соответственно, он туда приглашает всяких разных людей, которые могут город развивать. Он украшает город, он строит там дворец, он строит костел. На него работает итальянский архитектор Антонио Паракко. И тот же Антонио Паракко строит в Краславе синагогу. Каменную, большую. Почему это нужно? Потому что с 1755 года Краслава официально становится центром всех еврейских общин Латгалии. Она выделяется как отдельный Кагал, как отдельная община, отделившись от Друи. Это долгий конфликт, примерно десятилетний. В результате которого Краслава выцарапывает себе право быть отдельной общиной. Почему конфликт? Потому что, среди прочего, например, если евреи хотят быть похороненными на еврейском кладбище, ну, как бы, других вариантов нет. Если евреи хотят быть похоронены на еврейском кладбище в 18 веке, то, соответственно, конечно, их родственники платят за это, да, дают пожертвования общине. И, в общем, когда общин Друи теряет несколько тысяч людей, которые к ней приписаны, то это значит в перспективе, скольки-то лет, очень серьезные потери. Потому что будут перераспределять налоги в какой-то момент, да, так сказать, может быть, плохо посчитают, посчитают всех вот этих людей еще приписанными к Друе, хотя в реальности они платят налоги же в другом месте, и поэтому Друи придется покрывать недоимки. То есть, в общем, это связано с большими финансовыми потерями в любом случае. Поэтому община Краславы, или община, которая возникает в Краславе, она должна покрыть какие-то финансовые издержки общины Друи. Но с 1755 года официально все латгальские евреи приписаны к Краславе, а, соответственно, как бы в качестве так называемых прикогалков существуют вот эти вот школы в провинции. И евреи будут оставаться сельским населением вплоть до, видимо, до начала XIX века. В Курзме ситуация немножко другая. В двух городах в Курзме, в Елгове с 1692 года и в Айспуте, видимо, где-то с второй четверти XVIII века, евреи могут жить в самих городах. Они не имеют прав гражданства. И тут надо сказать, что утверждение Йосифа Ройбена Вундербара, о котором мы говорили, о том, что якобы евреи с 1570 года имели в Пилтоне права граждан, бюргеров, это, скажем так, не вполне правда. Он ссылается на статью некоего Каневского, который пишет немножко по-другому. Ну, да и сам Каневский, в общем, не очень понятно, на что ссылается. То есть у нас нет в этом никаких свидетельств. Но в XVIII веке мы знаем, что евреи уже живут в Айспуте, видимо, живут в Пилтоне. Правда, никаких, конечно, прав горожан они там не имеют. Но тут интересный вопрос, собственно, а куда они приписаны-то? Человек не может быть сам по себе. Как дядя Федор, который о себе говорил, что я сам по себе мальчик. Вот такого не бывает в XVIII веке. Соответственно, они все приписаны к тем городам в Литве, к которым они принадлежат. Когда количество евреев становится значимым, то, опять же, уже власти Курлянского герцога начинают думать о том, как бы нам этих евреев организовать. Мы слабо себе представляем, что сами евреи думают на этот счет. Если про Латгалию у нас есть вот этот вот конфликт между Краслова и Друй, о котором мы говорили, то в Курлянде у нас гораздо меньше на этот момент свидетельств. Но в любом случае, так как попытки изгнать евреев в I половине XVII века, они оказываются неуспешными. И, в общем, в какой-то момент они превращаются просто в выжимание денег. То есть принимается очередной указ об изгнании. И говорится, что те, кто не покинет герцогство в установленный срок, должны будут заплатить штраф. Соответственно, наиболее бедные уезжают, наиболее богатые пытаются как-то откупиться. Им разрешают остаться. И это, в общем, такой легкий рэкет. Видимо, обе стороны понимают, что это рэкет, он работает. Соответственно, евреи есть, и надо их как-то нормально контролировать. И поэтому в 1750-51 году фактически начинают формировать вот такие же кагалы, как формируется в Краслове в процессе, такие же кагалы начинают формировать для Курляндии. И в Айспуте возникает кагал для, назовем, Пилтонского округа, то есть бывшего курляндского епископства, вот эти вот три фрагмента. А в Елгове возникает кагал для остальной территории курляндского герцогства. То есть все евреи должны приписаться вот к одной из этих двух общин. Причем, когда создадут общину в Айспуте, то, например, там специально оговаривают, что евреи, приписанные там, должны покупать этроги на праздник Суккот только в Айспуте, а не через какие-то другие общины. Формулируется это совершенно прекрасно о том, что евреи должны покупать райские яблоки на праздник Михаэлис. То есть в документе это, конечно, описывается в нееврейских терминах. Соответственно, в середине XVIII века у нас есть как минимум три четко организованные общины. Это Краслова, Елгова и Айспуте. И у нас есть какое-то количество евреев, которые живут, видимо, в сельской местности. Время от времени они, да, заходят в города, если мы говорим про Латгалю, ну, то есть, кроме Краслова там еще долго хотелось. И, возможно, они как-то пытаются закрепиться еще в каких-то городах Курзаме. Но города Курзамы очень жестко противятся присутствию евреев. Ситуация немножко меняется во второй половине XVIII века. То есть, во-первых, этот приток евреев, он весь XVIII век идет. Это идет приток из, соответственно, территории Литвы и Беларуси. Это идет приток из немецких земель. В Курлянском герцогстве, если до 1760 года какие-то есть попытки изгнать евреев, то, в общем, после этого они прекращаются. Становится понятно, что евреев изгнать невозможно, в том числе потому, что они уже заняли какую-то мишу. Единственный успешный пример изгнания евреев – это Рига, откуда в 1742 году по приказу Елизаветы Петровны действительно удаляют всех евреев, вот этих вот живущих на еврейском подворье, например, город Рига, который не хочет у себя видеть евреев. Тем не менее, их, конечно, заинтересованы еврейском присутствии. И рижский магистрат пишет Елизавете Петровне петицию, на которую она накладывает известную резолюцию, что от врагов христовых не желаю интересной прибыли. И действительно, видимо, на протяжении 20 лет, до 1762 года, как минимум, никаких евреев в Риге нет. А в Курляндии эти попытки изгнания были неуспешными, и они прекращаются после 1760-1861 года. И 70-е, 80-е годы, 18-го века – это период, когда приходится, так сказать, первый расцвет евреев в Курляндском герцове. Во-первых, последний Курляндский герцог Петер Бирон, он, как просвещенный правитель, он пытается, так сказать, развивать у себя интеллектуальную сферу. Есть планы создания университета в Митаве, в Елгове. Они, правда, не реализуются, но там создают академическую гимназию, так называемую Петровскую гимназию, которая просуществовала до Первой мировой войны. Здание существует до сих пор, там сейчас Краеведческий музей. Среди тех людей, которые крутятся вокруг гимназии, есть в том числе некоторое количество евреев. Собственно, что это за люди? Мы можем выделить две такие вот элитные группы среди евреев Курзма. С одной стороны, это, так сказать, придворные евреи герцогов, то есть это те люди, которые обеспечивают потребности двора. Мы видим там ювелиров, видим там поставщиков. То есть вот та же упомянутая семья Борку, например, которые будут руководителями Елговской общины на протяжении многих десятилетий. Вторая группа — это выпускники европейских университетов. И это очень важный момент. На территорию Курлянди приходит европейское просвещение и еврейское просвещение. То, что называется словом Хаскала. Часто говорится о том, что Хаскала зародилась в Германии, оттуда распространялась. Не совсем так. Но действительно важным центром Хаскалы становятся немецкие земли. Распространяется Хаскала, в том числе через людей, закончивших университеты. В Германии есть несколько университетов, куда принимают евреев. Прежде всего, это Кёнигсберг, Калининград нынешний, это Лейпциг, это Галле. Что евреи там изучают? Медицину и философию. Медицина при этом популярна, естественно, потому что это то, что дает вам гарантированный заработок. В ситуации, когда довольно мало врачей, каждый врач ценен. И профессия врача, она, в общем, вам гарантирует стабильный доход. Изучать юриспруденцию нет особого смысла, потому что все равно в абсолютном большинстве государств евреи не могут занимать никаких государственных должностей. Ну, естественно, нет смысла и возможности изучать теологию, потому что это христианская теология. Соответственно, остается вот медицина как основное такое статусное занятие. А кроме того, это может быть вот такая экономическая деятельность, привязанная к какому-то крупному помещику или к герцогу, к владетелю. И вот эти вот еврейские врачи, они становятся довольно заметной группой в кульянском герцогстве. Их не очень много, но они довольно заметны. Они выпускники немецких университетов, они приезжают с новыми идеями, с новыми восприятиями. Среди таких интересных персонажей можно назвать двух людей, которые были связаны с Мозесом Мендельсоном, известным немецким еврейским философом, другом Канта. Несколько из этих людей в Кенигсберге учатся у Канта. И как бы вот эти двое человек, это Маркус Герц, который будет какое-то время работать врачом в Елгаве, и это человек по имени Исахар Фалькензонбер, который также является врачом. Прославился он как первый еврей, издавший сборник немецкой поэзии. Которая так и называется «Стихи польского еврея». Видимо, поэтические качества этого сборника не очень хорошие, мне трудно судить. На этот сборник пишет рецензию тогда еще достаточно молодой, но уже пользующийся авторитетом Гёте. Высказывается он довольно критически. Он говорит, что лучше бы господин Берр писал настоящие еврейские стихи, чем имитировать не лучших немецких поэтов. При этом понятно, что Гёте никогда не видел никаких еврейских стихов, и это такая скорее просто интеллектуальная конструкция. Но потом, впоследствии, Берр пишет еще несколько поэтических произведений. В основном это оды по поводу разного рода политических событий. У него довольно успешная карьера врача. Правда, в какой-то момент он решает перейти в христианство, и уже под именем Гавриила Гаврииловича Бера он практикует в России. И он там вот в России умирает, видимо, в Орловской губернии. Но начинал он карьеру вот как такой еврейский просветитель. Кроме Герца и Бера есть еще целый ряд интересных персонажей. Например, человек по имени Маркус Леви, как он себя называл в немецких текстах, или в еврейское общение он был более известен, как Ягуда бен Мордехая Леви Гурвиц. Он был выходцем, видимо, из Польши, по другим данным из Литвы. Он написал целый ряд еврейских философских произведений, где он как раз пытался примирить вот такой довольно модернистский подход еврейского просвещения, еврейскую традиционную философию. Он издал целый ряд книг на эту тему. В отличие от Бера, он никогда не переходил в христианство. Он был, так сказать, всегда протекущим евреем. Но при этом, живя в Митаве, он довольно активно коммуницировал с местной нееврейской публикой. Мы знаем, что он, например, переводил на иврит басни немецкого баснописца Лихтвера. Правда, к сожалению, тексты не сохранились. То есть в какой-то момент Елгово становится с одной стороны таким еврейским центром, а с другой стороны о том, что в общем-то в Елгове евреям в конце 18-го, кажется, было довольно комфортно свидетельствовать то, что начинается общественная дискуссия об эмансипации евреев, то есть о включении их в общество кумянское. Надо понимать, что на тот момент евреи не эмансипированы вообще ни в одной стране. Даже в революционной Америке первой страной, которая даст евреям гражданские права, станет революционная Франция в 1792 году. В 1780-е годы какие-то разговоры начинают идти в Пруссии. То, что в 780-е годы в Курляндии начинаются, эти дискуссии свидетельствуют о том, что, в общем-то, Курляндское общество того времени было довольно прогрессивным. Публикуются брошюры о том, надо ли нам давать евреям гражданские права. Там, среди прочего, говорится, что евреи это такой полезный элемент для Курляндского общества, так что мы все будем в выигрыше, если мы дадим гражданские права. Появляются брошюры в ответ, которые говорят, что нет, ни в коем случае нельзя им давать гражданские права, и вообще надо лучше от них избавиться. Что необычно, то, что в этой дискуссии участвует также и некий, ну, как бы один еврей, Йозеф Лахман, тоже врач, он практикует в Бауске, среди прочего, тоже университетский выпускник, и он тоже публикует брошюру. Такого нет вообще нигде, что евреи сами участвуют в дискуссии, о том, надо ли им давать гражданские права. Лахман, конечно, считает, что надо давать. Вот. Дискуссия эта, в общем, будет продолжаться вплоть до присоединения Курляндии к Российской империи. Ничем она не закончится. Будет она продолжаться еще потом 4 года, между 1795 и 1799 годом, и, наконец, в 1799 году принимается вот тот указ, о котором мы говорили, по которому евреи, живущие в Курляндии, получают русское подданство. Кроме того, принимается решение, что хотя Курляндия не входит в черту еврейской оседлости, которая существует в Российской империи, тем не менее, те евреи, которые уже живут в Курляндии, и их потомки, могут там остаться. Это, видимо, примерно 9 тысяч человек. У нас около этого времени проходит ревизия. В 1797 году насчитывается 4,5 тысячи мужчин, то есть предполагается, что, видимо, примерно столько же женщин, то есть можем говорить, в 9 тысячах ориентировочно. Из них примерно 80% живет в сельской местности. В Латгалии ситуация немножко меняется. В 1772 году, когда после первого раздела Польши регион присоединяют к Российской империи, мы говорили, что на тот момент там примерно 3, чем-то тысячи евреев, которые тоже живут в сельской местности, опять же, за исключением Краслова и Даугавпилса. И что интересно, когда начинают планировать новые уездные центры, Лудзу и Резекне, то там уже специально планируют еврейское присутствие в этих городах. То есть специально, вот, например, на плане Резекне 1777 года, там отмечается, что это как бы это план, как город будет застраиваться. Другое дело, что он был реализован, по-другому город развивался. Но там заранее указано, как мы видим, площадь для жидов с лавками и школой, то есть синагогой. Действительно, после 1772 года потихонечку евреи и здесь начинают селиться в городах, но, в общем-то, еще в начале 19 века даже евреи являются по преимуществу сельским населением. В Урляндии же после вот этого вот решения 1799 года тоже евреи начинают переселяться в города и мы видим 1801 год, это год, когда в очень многих местах регистрируется появление еврейских общин, закладывается еврейское кладбище и уже начинается вот еврейская такая общинная жизнь, как мы ее более или менее знаем. В Риге же в 1764 году появляются первые три еврейские семьи, которые живут более или менее постоянно. Официально они также живут на еврейском постоялом дворе и у них есть такой специальный статус «Shoot student» защищенные евреи, потому что они получают специальное, так называемое, письмо защиты от магистрата, который разрешает им жить более длительное время, чем другие евреи, которые приезжают и уезжают. Это семьи из Германии. Вообще, изначально предполагалось, что они должны будут выяснить возможность создания еврейских поселений на новообретенных землях Российской империи, отвоеванных у Турции. Это нынешняя Южная Украина. В общем, ни до какой Южной Украины они не доехали, они остались в Риге, послужили основой для формирования еврейской общины. И хотя еврейская община не зарегистрирована в Риге, вплоть до 1841 года официально. В реальности она существует уже в 1770-е годы. С 1780 года они арендуют отдельное помещение для молитвы. И это время, с которого отсчитывает свою историю так называемая Староновая синагога на улице Масково. И мы уже можем говорить о том, что к концу XVIII века в Риге есть, возможно, даже до сотни евреев. Собственно, вот такая ситуация у нас на конец XVIII-го, начало XIX века. Это совсем уже другая история, где действуют другие персонажи, другие законы. Об этом поговорим в другой раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok